На городском собрании, которое прошло вчера, были утверждены 8 постоянных комиссий. Какие это комиссии? Это комиссия по развитию, комиссия городского хозяйства, комиссия по образованию и культуре, комиссия по социальным вопросам и вопросам защиты детства, комиссия правовая, комиссия финансовая, комиссия ревизионная и комиссия по молодежи и спорту. 8 постоянных комиссий. За основу были взяты те комиссии, которые работали в депутатском собрании в прошлом созыве. Уточнены некоторые позиции, которые ныне исходят из изменения закона, в том числе с тем, что ликвидируется уездное управление, многие обязанности передаются местным самоуправлениям. Я думаю, что уточняться еще будет и впредь очень многие позиции, потому что на данный момент еще вопрос согласования продолжается. Хочу сказать, что представители фракции Союза Сависара делали предложение сделать 9 комиссий, ликвидировав правовую комиссию и добавив комиссию по квартирным товариществам и экологическим вопросам. Городское собрание эту поправку не поддержало, поскольку те вопросы, которые касаются деятельности квартировых товариществ, у нас будут рассматриваться как минимум в трех комиссиях. Если речь идет об обучении или переобучении, это комиссия по развитию. Если это касается жилого фонда, то это касается комиссии городского хозяйства. Если речь касается правового консультирования, то этим будет заниматься правовая комиссия. Что же касается экологического направления, то уже в существующих и предложенных центристской фракции в двух комиссиях это также нашло свое место. А именно, в комиссии по развитию будут рассматриваться различного рода отчеты влияния на окружающую среду. Также вопросы защиты окружающей среды у нас отражены в комиссии по городскому хозяйству. То есть все эти темы, которые были подняты нашими коллегами из другой фракции, также нашли отражение уже в существующих комиссиях. И делать дополнительные комиссии только ради комиссии, наверное, не представляется в данной ситуации целесообразным. Что же касается непосредственно голосования, которое пошло уже на городском собрании, касалось выбора мэра, то, если честно говорить об этом, не очень питаем иллюзией о дальнейшей совместной работе после того, как в урне для голосования было нашими коллегами из оппозиционной фракции, союза Сависара, ими были туда опущены пустые бюллетени. Ну, наверное, таким образом люди демонстрируют нежелание сотрудничать в будущем, но в любом случае время покажет. Редактор субтитров А.Семкин